здравствуйте на библейский портал экзегет пришел очередной вопрос может ли человек каким-то чувственным образом ощутить что бог его простил такой очень сложный вопрос все что касается чувств человека в результате грехопадения наши чувства были повреждены и иногда мы можем представлять себе какие-то картины или думать о себе или о других людях не объективно а субъективно то есть исходя из своего какого-то мировоззрения своих каких-то представлений и вот эта картина которую мы себе представили она может быть искаженной в духовной жизни это называется прелесть когда человек думая о себе много хорошего искажает картину своего мира и свое место в этом мире это очень опасно поэтому вот так руководствоваться тем что человек получил прощение на основе каких-то своих эмоций может быть очень ошибочно но вместе с тем мы помним о том что существует таинство церкви эти таинства были установлены самим господом иисусом христом и среди этих таинств есть таинство исповеди таинство покаяния когда человек приходит в храм и в присутствии священника исповедует свои грехи и священник свидетельствуя о том что исповедь произошла читает разрешительную молитву и это таинство оно действительно то есть оно на протяжении двух тысяч лет совершается в церкви и мы каждый из нас если он православный христианин участвует в этом таинстве как здесь понять коснулась ли нас благодать божия действительно ли мы получили прощение я думаю что одним из внешних признаков этого является нежелание грешить то есть если мы действительно получили благодать божию то мы избавляемся от этого греха от этой страсти допустим человек был злой он со всеми ругался он многих людей ненавидел и вдруг в нем происходит вот эта перемена покаяние и он уже совершенно иначе относится к окружающим людям и наоборот старается в них видеть какие-то хорошие качества и это значит что покаяние изменения пришло в сердце в жизни этого человека и это значит что благодать которая который мы просим собственно на молитве и которым получить которым мы стремимся она действительно коснулась этого человека вот я думаю такой критерий он будет более правильным когда мы будем понимать а вот мы пришли на исповедь а что изменилось после этого в нашей жизни действительно ли наша жизнь изменилась или мы вновь и вновь возвращаемся к своим грехам но конечно даже размышляя о том насколько действенной была наша исповедь мы все равно как верные чада православной церкви должны следовать тем правилам которые есть в нашей церкви то есть регулярно исповедоваться регулярно стараться приходить в храм все-таки просить у бога прощения и кроме того просить чтобы господь избавил нас от тех страстей которые мешают нашей жизни которые мы осознаем но иногда мы даже не можем от них избавиться в силу того что они уже действительно настолько приросли к нам что стали страстью внеси свой вклад оцени подпишись и поделись этим видео